Легко ли выйти замуж или жениться? Конечно, легко. А вот легко ли создать такой брак, такую семью, в которой будет потом комфортно жить долго и счастливо? Вот это вопрос. Есть один очень хороший инструмент, который позволит не вляпаться, грубо говоря, в такие вот отношения долгосрочные, вляпаться в такую токсичную семью. Что это за инструмент? Очень просто. Это договор о правах и обязанностях. Можно сказать сразу, ой, это вот-вот все, да наша любовь, наша любовь все преодолеет, и мы там и так, и без этого договора там все порешаем. Это очень инфантильный, незрелый, невзрослый подход. Это скорее даже, может быть, страх, да, потому что если сказать, вот, если я буду все проговаривать, мы будем составлять этот договор, вдруг он вообще испугается, на мне не женится. Это, опять же, незрелый подход и, скорее всего, просто страх потерять возможность выйти замуж, скорее всего, для галочки. Когда там где-то, да, на подкорке лежит на самом деле цель не создать семью и жить, быть в семье, а просто совершить некий акт, может быть, для того, чтобы разместить фотографии, показать всем, что «Ес, я смогла и вышла замуж, я не хуже там, чем все», у меня это получилось. Если мы все-таки говорим о том, что женятся люди взрослые, создают семью люди взрослые, а это люди, которые умеют нести ответственность, тогда вот этот самый договор, он очень поможет в разрешении или даже не позволит создать эти трудные ситуации в дальнейшем для семьи. Также и два человека. У них за спиной род, традиции, обычаи, представления и, главное, ожидания. Ведь что порождает самые большие разочарования, огорчения, обиды, раздражение, злость – это неоправданные ожидания. Вы, вступая в брак, создавая семью, испытываете, имеете какие-то ожидания. У вас есть представление о том, что должен делать муж или жена. И об этих представлениях, об этих ожиданиях очень важно сообщить своей второй половинке. Потому что уже классическая комическая ситуация, когда молодая девушка, допустим, вступая в брак, выходя замуж, ожидает, что ее будут носить на руках, за ней ухаживать, ибо они будут ходить по ресторанам. И вот жизнь, вот тут вот праздник, он и начался. А мужчина, женясь на этой девушке, наоборот, ожидает, что они, наконец, закончатся всеми этими невестинскими ресторанами, разгулами там по ресторанам, караоке-барам. И, наконец, осядут дома, она будет ему варить борщи. И вот он, семейный уют настанет. Как видите, две совершенно разные ситуации, которые представляют себе вот эти молодожены будущие. И что это может породить? Конечно, обиды. Поэтому есть, наверное, три самых главных момента. Первый – проговорить друг другу ожидания. Я вот ожидаю, я себе представляю вот так-то, а как ты себе это вот представляешь? Это первый момент – ожидания. Второй момент – мы обязательно проговариваем обязанности. Обязанности, причём, проговариваем тоже в трёх слоях. Это, безусловно, хозяйство. Туда же входят все финансы. Кто что делает, кто что обязан делать. Это, конечно, сексуальная жизнь. И это, конечно, на будущее родительства. То есть уже роли, обязанности, ответственность мамы и папы. И третий очень важный момент – это личные границы. То есть это категорически, что с вами недопустимо никогда и ни при каких условиях. Вы не приемлете ни за что и никогда по отношению к себе. Желательно то же самое проговорить и относительно будущих ролей мамы и папы и детей. То есть какие там будут границы. Но это отдельная очень большая тема. Ведь никто никогда, нормальный, здоровый человек, не захочет вступать в брак ради того, чтобы там страдать, мучиться и терпеть какие-то лишения, беды, в общем, страдать. Нет, конечно, создают семью обычно на волне вот этой эвфорической влюбленности. Ну и для дальнейшей какой-то счастливой, долгой жизни совместной. Так вот, первый момент – вот эти самые представления, ожидания от этой семейной жизни вы должны друг друга проговорить. Я так вижу, а я так вижу. И вот в тех местах, где вы категорически не сходитесь, и для вас это принципиально, как раз и надо расщеплять и эти участки, эти моменты обсуждать друг с другом. А вот вдруг случится такая действительно беда, что мы вот так вот на фоне обсуждения начнём вот это всё обсуждать, а потом вот окажется, что вот он не готов, или окажется, что я не готова, а я не хочу, а вот он не хочет, какой ужас, и мы не поженились. На самом деле это большое счастье, да, потому что у вас появилось очень много времени, сил, здоровья для того, чтобы найти человека, который действительно вам подойдёт для долгой, удачной, счастливой и главной семейной жизни. Лучше сейчас здесь, на берегу, ещё до того, как этот проект «Семья» начался, после регистрации брака, отношений ваших, лучше здесь ещё на берегу понять, что вы друг другу не подходите и сэкономить друг другу силы, нервы и, собственно, жизнь, будущую счастливую жизнь, возможно, с другим партнёром. Думайте о себе, любите себя, уважайте свои желания и свои права и думайте, конечно, о своём любимом, так же, как о человеке, который тоже достоин счастья, уважения и любви. Будьте здоровы!